Микс Ньюс Добрый день, программа Разворот, я Андрей Лешкевич, звукорежиссер Евгений Копеин, гость программы, спортивный журналист и комментатор Анатолий Крейпон, здравствуйте Добрый день Нам можно будет позвонить, 672 12 93 9, пожалуйста, звоните О спорте речь пойдет, понятно, ну, Анатолий, можно сказать, что спорт ожил, или, по крайней мере, подает первые признаки жизни после первой волны пандемии Мы знаем, что и вторая тут вроде как наступает Ну, спорт, вообще-то, не умирал, но такое затише было, конечно, непонятно было, чем заняться, месяц, второй Особенно вам, вы говорили в прошлый раз, что вы книги читали, кстати, об истории, там, о разных личностях Да, я 11 или 12 прочитал Ну, как у меня был Гвардиола, там, у меня Зидан на очереди стоял, у меня был, там, что еще у меня было на очереди? Ну, вот сейчас Твери и Андреи, потом Ну, по футболу вы пошли? В основном, да, ну, там нет, был, были, не только это, но у меня собирается такая лекция просто некогда, руки не доходят, как говорится Вот тут дошли, потому что больше ни до чего доходить не нужно было А по латвийскому спорту? По латвийскому спорту? Ну, вот у меня про Яни Салузов, очень хорошая книга, большая есть, я прочитал с большим интересом, мне казалось, что я про него очень много знаю, оказалось, что еще больше я не знаю про него Слушайте, а вот, да, чтобы сразу не откладывать далеко, в принципе, вот за это время, пока у нас не были, ушли жизни двое спортсменов, выдающихся латвийских, о которых даже вот моего возраста поколение, в принципе, может быть только так, по Википедии что-то может знать Ну, мы слышали Янис Лусис и Мара Саулы, это оба копьеметатели, вот можете двух словах сказать? Мара Саулы, это может и так особо, ну, как, ну, я знал, конечно, ведь, ну, знал, знал по имени, по фамилии, все-таки, одна из таких первых латвийских копьеметателей, с которой я добилась каких-то международных успехов Ну, Лусиса не знать, но это любому болельщику, это пусть не обижаются, не уважать себя, не обязательно там знать биографию и все такое, но это единственный спортсмен Латвии, которого все три медали олимпийских и которого Международная Федерация Легкой Атлетики признала на своем юбилее лучшим за все время копьеметателем Ну, тут можно много что перечислять, это вообще легендарный человек, не только как спортсмен, а как личность, вот поэтому я с очень большим интересом прочитал, Арнис Терзенц писал эту книгу, он два года с ним общался, ездил с ним и с Эльвирой Озериной, и с сыном, и, ну, там много таких вещей, которые вы не найдете ни в одном интернете, ни в одной Википедии, нигде, только вот в этой книге Да, и вот, кстати, вот на этой неделе, по-моему, в четверг, да, в час спорта Муза, здесь будет такое небольшое мероприятие посвящено памяти Яниса Лусеса В Старой Риге Да, 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 и там его, ну, я так надеюсь, оба братья до нынешней придут, Дани Скула обещал приехать чемпион Московской Олимпиады Вот, так что там-то будет интересная кампания разных возрастов, и тот же Гатис Чакш нынешний наш лидер обещал подъехать Потому что Гатис, он-то совсем молодой парень, я с ним интервью делал на спорта Микрофон, вот тоже про кумиров начали говорить, он Лусеса назвал единственного, говорит, я его никогда не видел, кроме как в архивах, как он наметает копье, но я столько про него читал и слышал, что это для меня Бог метания копья Ну, возвращаясь к ковиду, в таком случае, вот про хоккей, конечно, хотелось бы поговорить Чемпионат КХЛ вот успел начаться и как-то и... Ну, сложно будет провести сезон Да, вот что, можно какой-то полукрест уже ставить на нём, что ли? Ну, нет, крест ставить мы всегда успеем, не нужно преждевременно, но почему, не только КХЛ, смотри, вот в Чехии и в Ральф Рейберг клуб, да, 22 человека в клубе заболело У них должна была быть вчера игра первая Не, ну, КХЛ, потому что он нам ближе, просто, понятно КХЛ, во-первых, ближе, во-вторых, там, все-таки этот регион, КХЛ обхватывает очень большой регион И ситуация в разных частях этого региона, она разная Ну, получается, один или две отмены, они такой, как принцип домино запускают, там же весь график рушится Ну, рушится, я не знаю, как они сейчас это проведут Потому что проводить это по образцу НХЛ, НБА, или вот как сейчас Лига чемпионов, баскетбольная и мужская, и женская, очевидно, будут По туровой системе съезжаются, там, скажем, шесть команд, или четыре в одно место, играют круг между собой В следующий раз съезжаются в другом месте, играют, чтобы было меньше переездов Потому что самый большой риск, это не само место проведения соревнований, это не арена А это переезды, это аэропорт, это контакты постоянные с обслуживающим персоналом, с кем угодно И так далее, с кем угодно Потому что сама команда, или там вообще группа спортсменов, ее это защитить, и она сама защитится, там нет проблем Люди дисциплинированы, они знают Но поэтому, например, вот тот же мотокросс сейчас проводят в одном месте по три этапа Тот же спидвей проводят в одном месте два этапа, два дня подряд, потом они все Тот же биатлон, я знаю, есть вариант Б, если вдруг что, то проводить по два этапа на одном месте Ну, те же германские этапы, там никуда летать не нужно, там на своем транспорте можно проехать, это тоже обезопасит себя Ну, КХЛ масштаб, наверное, все-таки пошире Да, КХЛ, тут география, она настолько, посмотрите на карту, да, она настолько обширная, а тут без перелетов, ну, никак Это можно из Риги в Санкт-Петербург, там, в Минск съездить, да А из Владивостока Да, ну ладно, в Москву тоже можно В Хельсинки Да, вот из Владивостока, да не нужно в Хельсинки, в тот же Новосибирск из Владивостока Далековато, скажем так, да Ну, Динамо и Рига, тем не менее, успели провести пять, да, по-моему, матчей? Ну, кажется, пять, четыре проиграли, одну победили Ну, одну выиграли, увидите, за там выезд в Новосибирск Да, и кроме того, мы видели Потеряли два очка Видели перед сезоном, что Динамо вот очень сильно обновилась Часто перед сезоном это происходит, такая надежда появляется Но здесь прям от тренера до даже брендов, да, вот этого лого и всего прочего От всего до всего Ну, все, прям поменяли практически Игроки очень тоже сильно состав сменился Но пока результат пять игр, понятно, это еще нельзя судить Но, тем не менее, уже что-то, какие-то выводы надо сделать можно, да Вывод можно сделать, в принципе, два Один, на бумаге состав явно сильнее прошлогоднего А на практике он не столь сильный по одной причине А о чем уже и Петерис Скудро говорил Ну, не было полноценной притязонной подготовки Потому что близко И поэтому за счет игр нужно набирать Но Динамо разве единственный клуб в таком положении? Нет Те же в таком? Плюс они в Финляндии сыграли эти матчи Ну, ладно, четыре матча, как они до того готовились Но это не полноценная подготовка Ну, у всех она была неполноценная, конечно Это Динамо не исключение Это не значит, что остальные готовились, как обычно А вот мы тут Ну, на нас, наверное, это больше повлияло Но подождем, потому что Та же игра с Витязь, она Да и первая игра, которую мы Програли второй-третий период были Ну, я, правда, на двух только был Вот на этих, которые в арене были Ну, вот завтра отменяется с Торпедо Торпедо там тоже заболевший Так что опять один перенос Ну, вот да, уже вторая игра получается Да, у нас уже вторая Это только тот же Йокерит, когда сыграет в свои игры И так далее Ну, я не знаю Как вам Скудро как тренер Вот после этих пяти матчей Многие отметили его решительность и бескомпромиссность Отсутствие каких-то любимчиков там и авторитетов Он там и Индершесу из первого звена убрал И Редлиха посадил на скамейку на целый период там и прочее Ну, Индершес, если честно Меня разочаровал в первых играх Так что это такой тренерский ход Для меня это не сюрприз был Очевидно достаточно Я думал, что он даже раньше это уже сделает Я не знаю, в чем причина этого Миксова самого нужно спрашивать Но, ну, а у Скудро, по-моему, никогда не было Ни любимчиков, ни авторитетов особо в команде Сколько я так, ну, так пристально я не сидел Специально за его тренерской карьерой Но он не замечал, чтобы он там особо кого-то выделял В одну или в другую сторону Или там перед кем-то кланялся, да, скажем Из там знаменитых игроков Да у нас вот таких и нету здесь Скажем так Да, есть опытные игроки, есть авторитетные игроки Но это не игроки таким мировым именем, скажем так Так что, ну, подождем Я бы не спешил делать выводы, потому что То, что он не взял Карсумса, например Который, кстати, где теперь будет? В Европе играть? Да пока нигде он не играет Но при всем уважении к Мартинчу И при всем том, что болящие, конечно, его хотели видеть Все-таки это игрок далеко не молодой же Игрок, который и по травме, и по своему, так сказать Ну, после каждого сезона он проходит Такое тщательное медицинское, не только осмотрное лечение Но, возможно, это одна из причин была Потому что, ну, в Скудере нужно игрока, который может на 100% играть Хотя, с другой стороны, такой опытный игрок, как Карсумс Ну, ему не нужно играть 15 минут Он может 10 минут сыграть Но он может за эти 10 минут, правильно его используя, принести много пользы Но это, опять же, тренерский вопрос Потому что, ну, мы видим того или другого игрока со своей точки Тренер его видит со своей И, наверное, лучше видит Если еще по вратарям говорить Вот тоже отмечают два вратаря, да, россияне И не совсем понятно, кто из них, например, первый Оба, как-то никто из них не выделился Как эту позицию оцениваете в «Динамо-Ригах» сейчас? Трудно сказать, потому что Ну, Галимов, Персиняков Ну, вратари такого хорошего среднего класса Но, на мой взгляд, ни один, ни другой Ну, не является таким явным первым номером Ну, они, мне кажется, никогда не были особо первым номером в своих командах, где они играли В том сезоне, когда Галимов поиграл кубок Гагарина с Акбарсом Ну, извините, он там далеко не был первым вратарем Так что это... И когда это было? В первом сезоне, по-моему Так что тут с вратарями... Ну, я не знаю, почему они привлекали Гудлевскиса Хотя Гудлевскис тоже, ну, для уровня КХЛ Ну, он не первый номер Сам он это прекрасно знает У него там никогда не было пальцевеером Я тут номер один, меня не берет Нет, он реально оценивает свой уровень И знает, на что он способен Ну, может быть, он пригодился бы, может... Ну, я не знаю, потому что из наших вратарей Кроме тех, кто в Ганг Хэл или близко там, или там Тот же Пуненов в Швейцарии Хотя, по-моему, травма опять Ну, тут многие говорили про Вориса Ну, ладно, ну, извините, молодой парень Еще далеко до первого номера на уровне КХЛ Так что из своих вратарей, ну, тут у нас, с одной стороны, много А вот кого взять сразу, вроде никого нет Еще две вещи вот по поводу Скутера, которые отмечают Первое, что как будто бы он делает ставку на хоккеистов Очень возрастных, там около 30 лет практически всем И он, в принципе, сам не скрывает Это вроде как на пресс-конференции сказал, что нужен опыт и мастерство А второе, что сейчас, конечно, тоже бросается в глаза большое количество иностранцев Даже их стало большинство чуть ли не первый раз 15 на 13, по-моему, да? Не вредит ли это? Ну, в команде там это нельзя так вопрос ставить Ну, например, сборной Когда Динамо считают всегда базовым клубом сборной Вот эти два момента – возраст и принадлежность гражданская Ну, интересы клубов, интересы сборных в любой, в любом виде спорта Они никогда не совпадают и совпадать не будут Если, конечно, это не вот такая явная, скажем так, сборная, которая играет под флагом клуба Здесь тот случай, мне кажется, нет? Ну, это близко к этому, но не совсем Потому что вот кто из молодых игроков за последние такие 5-6 лет пробился в состав и стал таким основным игроком? Ну, Индрешес один Из Динамо вы имеете в виду? Да, все, больше я никого назвать не зову Ну, Зилы, да, Зилы сильно добавил, конечно, защитник Зилы Ну, такой еще, ну, может еще кто-то Ну, так что и Скудр берет игроков, которых он знает хорошо Многие из них, кого он пригласил, я имею в виду, российские игроки А они у него играли Это логично Да, тренер пригласит всегда игрока, которого он знает не только как хоккеиста Но и его личные некоторые такие качества, как человек, это тоже очень важно Ну, помогут ли они им, это другой вопрос А то, что касается большинства регионеров, да, большинству публики это Ну, не большинству, а многим это не нравится Я от этого тоже не в восторге Ну, а с другой стороны, а что ему делать? Ну, если вот эти игроки, которые вышли уже из возраста МХЛ Еще не дошли до уровня КХЛ Тут идеальный вариант был бы фармклуб Который играл бы, например, я не знаю где Ну, ладно, фармклуб у них вроде есть Зэмгалайлайлу, он играет в латвийской высшей лиге Для вот переходного возраста, в принципе, уровень достаточно нормальный Чтобы не потеряться в хоккее вообще Но достаточен ли он для того, чтобы прогрессировать И потом через вот эту местную лигу войти в КХЛ Я думаю, что недостаточен Идеальный вариант был бы, если бы был бы фармклуб, ну, скажем, высшей лиги Но такого нет Или чемпионате, я не знаю Ну, сейчас насчет Беларуси, наверное, сложно что-то говорить, да Как раньше Рига 2000 играла, да Ну, там сейчас и уровень Как они сами, коллеги из Беларуси говорят Ну, не такой, как был, когда вы играли Но Ну, понемногу завершая про Динамо Рига Вообще, вот такой общий вопрос хотелось задать Вот каждый год, последний, по крайней мере, год Ставится целью выход в плей-офф Да, вот борьба за кубок Гагарина И мы видим результаты При этом понятно, что цели всегда должны быть Ставь высокие цели, да, есть такое правило Но насколько адекватно все-таки Для Динамо ставить именно такие цели Или все-таки уже какие-то поприземленнее стоят Более реалистичные Хотя бы не аутсайдером быть Как последние пару лет Ну, нет, я думаю, нужно ставить, попадать Тем более с тем составом, который на бумаге сейчас Ну, там другой цели вообще Не может быть Как только попасть в восьмерку Но, опять же, что мы можем прогнозировать Про этот сезон Про который вообще неизвестно, как он сложится Ну, мы можем отталкиваться от спортивных составляющих Эпидемиологически ему-то трогать, естественно, не можем Ну да, если все нормально Ну, далеко ничего не потеряно Ну, что, сколько тут сыграно? Одна десятая часть еще не сыграно Так что мы очень часто себя этим успокаивали Предыдущие сезоны Что еще игр много Некоторые себя еще в январе пытались успокаивать Да, что Новый год вот придет и принесет счастье И принесет, что это Дед Мороз Он принесет, принес пандемию Да, да Так что Ну, спешить не будем Подождем Пусть возобновят играть Вот как эта пауза повлияет Я не знаю, кто там из игроков Динамо тоже привезли пять больных из этого выезда Я не знаю конкретно Сколько из них игроков Сколько представителей клуба Будут ли они в этом распространяться Я не знаю Ну, посмотрим Так что это тоже как-то повлияет И опять же, ну Если соберется много Не только у нас и у Йокерит А вот этих игр Перенесенных Ну, там Я не знаю, какой там будет график тогда Потому что уже были разговоры Чтобы отказаться от Этих окон для сборных Ну В притык все будет, в общем Если так А если коротко По чемпионату Латвии Вот буквально Я читал, что в принципе В этом сезоне наметился Такой достаточно Зрелищный хоккей Интересный, да И конкуренция высокая Хотя в прошлом сезоне Все закончилось тоже таким микроскандалом Когда Курбас Да, тогда вот Запротестовал Ну, Курбас ушел С чемпионата А он ушел Ушел Они уже объявили сразу Что они уходят Ну, там были и финансовые проблемы У самого Курбаса Начнем с этого Это тоже сильно повлияло Ну, я не знаю Может быть, за отсутствие МКХЛ Боящикам с хоккейным Стоит на чемпионат Латвии Обратите внимание Ну, обратите внимание Даже без КХЛ Я думаю, что там, во-первых Много игроков Которые и за сборную играли И за юношеские И за молодежные сборные И за юношеские играли И такие игры довольно интересные Ну, ладно, там это молодежь Может быть, там Даже призма Или там Хоккейная школа Рига Но, опять же Сейчас вот еле-еле Их там обыграли И тот же Олимп И та же Елгова Которая считается Прецедентом на медали Там достаточно интересные игры Конечно Можно спорить Это не тот уровень Конечно, не тот Он и не может быть Такого уровня, как КХЛ И навряд ли он когда-то будет И навряд ли в какой-то другой Отдельной стране Ну, я имею в виду Эту географическую территорию Он будет близко к КХЛ Но это невозможно Так же, как Ни одна другая лига В Северной Америке Она не будет близко к НХЛ Ну, шведский чемпионат Наверное, составляет конкуренцию Шведский сильный Да Шведский, физический Хороший Да Ну, вот и в Европе Вот три такие Ну, швейцарская лига, конечно, хорошая Но, опять же Какие эти лиги будут теперь Никто не знает Как они будут Существовать Развиваться и так далее Тут Хотим мы, не хотим Но Этот COVID он упоминает Так или иначе, да Так или иначе Спортивный журналист Анатолий Крейпанс У нас сегодня в гостях Говорим о актуальных Спортивных новостях Самая горячая новость Спортивная Из-за того, что Она политически ангажирована Это Чемпионат мира по хоккею Следующего года Который должны были проводить Беларусь совместно с Латвией Теперь все совсем не ясно Ну вот Латвийскую позицию Она более-менее четкая Мы видим С Беларусью проводить не хотим Хотя при этом Учитывая, что Беларусь Кто не хочет Федерация такую Нет, это я имею в виду Наше государство В лице В лице правительства Знаешь, у меня тут Есть такое Очень простое мнение А при чем тут Беларусь Мы проводим свою часть чемпионата Ну таки проводим ее А зачем нам нужно Ну Сборо Ну может быть потому, что В данном чемпионате Они все-таки Первое место занимают Да Это во-первых Во-вторых Сегодня какое-то число 21 сентября Чемпионат мира Начинается 21 мая А мы сегодня Уже хотим Сделать выводы На больше чем Полгода вперед Да Что вот все Мы хотим ясности Да Уже отказываемся Международная федерация хоккея Ясно выразилась Они следят за ситуацией И вот то, что сейчас Это не причина не проводить Знаешь, самое плохое будет то Не причина все-таки Многие не согласятся Ну многие не согласятся Да Ну Я думаю, что ситуация нормализуется Я так надеюсь В Беларуси У меня там достаточно много И коллег знакомых И не только Они там все обеспокоены Тем, что там происходит Конечно И конечно Если там такая ситуация Как сейчас Ну ни одна спортивная федерация Там чемпионат мира Проводить не будет Ну если даже все стихнет Ну если все стихнет Ну опять же В какую сторону стихнет И что будет И как будет Это опять будет Что нет Мы Ну опять же С другой стороны Вот Может быть Немножко такая Крамольная мысль Такая провокационная Но все-таки Мы ездили к Лукашенко Мы дарили ему Да Свитер Мы с ним В январе еще это было А Лукашенко что Тогда был другой А сейчас поменялся резко Вот Ну людей не били в тот момент Да Немножко непонятно Да Так не нужно было С ним сразу дружить тогда Он что Другим человеком стал Ну не стал Ну И не станет А если вот Учитывая какую-то Спортивную историю Все-таки Подобные вещи Они случаются Да Если допустить Что Ну будут проводиться Пока Ничто не указывает На обратное Проводится чемпионат Стоит ожидать Какие-то бойкоты Вот как сейчас уже происходит Ну сейчас понятно Ожесточенный период Но что Какие-то сборные Бойкотируют И вообще Это возможно проводить Вот как-то без Не знаю Там Финляндии Учитывая что Йоффи Уже не поехал Нет Ну Финляндия уже готова Взять на себя Если вдруг Беларуси Ну да Но если все-таки Беларусам дают Возможность Бойкоты Возможны Ну не думаю Что со стороны Вот хоккейных сборных Там вдруг кто-то не приедет Ну возможно Были такие случаи Хоккей были Скажем Из-за Так что тогда было Тогда было По-моему это Берлинская стена Или что-то было Когда В 57-м году В Москву не приехали Ни Канада Ни США Еще кто-то не приехал Ну в те годы Да Как раз бойкотов было много С таких сильных сборных Только Швеция приехала И еще там было Пару случаев Когда В Канаду Не дали Ну ГДР Там было У них там Детали не знаю Но им не дали визы Что они должны были Там через ФРГ Как-то что-то Им не дали Ну и соцлагерь Весь не поехал На чемпионат мира Канаду Ну не поехали Может быть такое Почему нет Но От этого никто не выиграет Ни один бойкот Ни от одного бойкота За всю историю спорта Никто никогда не выигрывал Я не знаю таких случаев Или это касается Олимпиады Или еще Какого-то другого мероприятия Победителя В этой войне нет Для Риги важно Вот очень хвататься И держаться За проведение Или все-таки Не успеем еще Со всех сторон Во-первых Много туристов будет Я надеюсь К тому времени Уже можно будет Приехать Это и в финансовом Отношении Очень выгодное мероприятие И Да в любом В престиже Просто не хотелось бы Чтобы получилось так Но вы не хотите Проводить с Белоруссией Ну не проводите Минск проведет С кем-нибудь другим Вот это будет Самый плохой вариант Да Вот это будет неприятно Для нас Да Ну не хотите Ну не проводите Ну А Минск кстати И один может провести У них для этого База есть Ну наша федерация хоккея Мы не проводили уже Конечно Чем недавно В 2014 году Да Ну наша федерация хоккея Тоже бы сказала Что мы могли бы И одни провести Но на сегодняшний день Я не знаю Как это будет выглядеть У нас второго катка Не успеет Нет Это невозможно Так быстро Нет Ну вот стадион Но Далгова строят Но не успеют Ну да Но будет ли он соответствовать Чтобы там играть В группу чемпионата мира Можно конечно Опять же где-то Как тогда Досконта сделали И это все Но какой-то выход Найти можно Но опять же Сегодня 21 сентября Ну куда мы гоним Почему мы бежим Перед поездом Звонок примем Выслушаем Радиослушатели Наушники Наденьте Здравствуйте Здравствуйте Пожалуйста Вот у меня вопрос К редактору К вашему гостю Пожалуйста Да Вот допустим Балет Да Он считается Спорт? Вряд ли Я уже могу вам ответить Нету Если сравнивать Физические нагрузки Все остальное Это очень тяжелый Вид спорта Я бы даже сказал Ну шахматы Это вид спорта Да Ну да Ну как Ну балет Это искусство Ну как Ну пение Тоже тогда Наверное Спорт Ну да Если так посмотреть Танцы Точно спортивные Это спорт Ну Наверное Вот знаете Вот Мой Первый муж Вру Второй Второй Вот Он все время Смотрел Вот этот Хоккей Да Вот Футбол Я просто вынуждена Вынуждена была Да Вот эти крики Выслушивать Да Там Уваров Да Там Нильчка Да Ну ясно Да Там Балдар А к чему вы идете? К чему вы идете? Я веду к тому Что Что Они просто Инвалидами становятся Эти спорт Понятно Все Поняли более-менее Балдарис Не инвалид Я Если Честно Из таких Вот Больших спортсменов Конечно Большой спорт Это далеко Не улучшение здоровья Но Чтобы всех Поголодно Называть Инвалидами Ну Не надо Ну раз Ну раз Такая пошла Тема Чтобы просто Вот Как-то Продолжить Тему Я хотел Тарас Догоните На велосипеде Валми Балдариса По Аюрвале Да Когда он там Едет Посмотрите Какой он Инвалид Да В свои 68 лет Вот Футбол Если Если Говорить о футболе И о мировом футболе Лига чемпионов Вот сейчас Она Закончилась И возобновилась По новой И просто Какой-то невероятный Темп из-за этого Коронавируса То есть Безумное количество Туров Везде темп Ну да И потом получается Футболисты проводят Этот безумный сезон Потом у них Чемпионат Европы Потом у них Еще Сезон И потом сразу Чемпионат мира Это вообще Со всех Точек зрения Физически Психологически Для больших команд Для звезд Вот почему иногда Вот эти звезды Футбола Ну не все Приезжают на большой турнир И вот почему-то Они не блещут Потому что Они тоже Всего живые люди У них Этот график Настолько Напряженный А сейчас Тем более Сейчас эти виды Спорта Вот и как они Накладываются Ведь все хотят Все успеть То что опоздали Или боятся Что могут что-то Не успеть Пытаются догнать Да И поэтому Но это не опасно Вот так действительно Я уже несколько раз Сожалел Что невозможно Одновременно Находиться в двух местах Хотя бы в двух Да И поэтому Ну Наверное опасно Ну Да Но опять же Если мы говорим О самом высоком уровне Ну там Медицина тоже На самом высоком уровне Я имею ввиду контроль Не Реабилитация Не только реабилитация Ну реабилитация тоже Но и контроль Потому что Вот я сейчас Звонил Данису Хриштабанцу Недавно Наш лучший Гонбалист Играет в Парис-Сен-Жермен Будет играть сейчас Вот начнут сезон У них на этой неделе Я думаю У них опять же Перенесли игру Прошлой неделе В Сегиде Там кто-то из клуба Заболел в Венгрии Ну и Лига чемпионов У них стартует На этой неделе Так вот Я у него спрашивал Что тебя больше всего удивило Он как рассказал Контроль на тренировках Ни одна тренировка Не проводится На минуту дольше Чтобы больше игроков Не был бы Чип Специальный И ты Докладываешь Своемочувствие Сравнивает с данными После каждой тренировки Такой контроль Как у космонавтов Я такого никогда В жизни не встречал И даже не думал Что есть такой Такой вариант Так я думаю Что в этих больших клубах Там На таком уровне Ну оно так и должно быть По хорошему Да конечно Учитывая нагрузки Тем более Расскажите Про футбол Мы начали говорить Как у нас футбол Мы переживаем Продолжаем Все эти коррупционные Коррупционные новости И про федерацию Мы говорили Да Федерация Пусть они Новый состав Поработали сначала А потом мы будем Про них говорить Ну у нас очень интересный Местный чемпионат Но ведь Знаете Вот я иногда читаю Да и коллег своих Некоторых И вот удивляюсь Вот Вот не выиграли Две игры сейчас Ничего сыграли Тренер уже не тот Мы уже говорили Что это не тот А сейчас тем более Говорим что это не тот Вот например Гус Хидинг Не знаю Где-то в какой-то Эзотической стране Там тренирует Вот почему мы Его не пригласили А вот если бы Приехал Гус Хидинг У нас что Сразу состав На две трети поменялся И мы эти две игры Выиграли бы А если бы не выиграли Тогда Писали бы Что Гус Хидинг Никому не вообще Это не тренер Ну Моментально Судя по результатам С другой стороны Все равно Вот игра По каким еще показателям Судя Игра в Мальте Да Ну да Но результат он исходит Из того что ты имеешь Каких ты игроков имеешь И Игра в Мальте Один-один Такой ну Свет в конце тоннеля Появился Потому что команда Старается Играть в футбол Вот это единственное Не результат Единственное Что меня порадовало И Шаг за шагом Конечно Тренер Без Каких-то там А можно подумать Что когда Старков начинал Ну да Он как футболист был Достаточно высокого уровня Что у него были Какие-то там Севи Какое-то тренерское Да нет Ну и Раки были Поколение Успените читать Было другое Ну там вообще ситуация была Настолько другая Что тут Сегодняшнее И сравнивать не нужно И возможно У игроков Немножко отношение Было другое Это опять же Не ко всем Относится Ну Сейчас создается Новая команда А она не создается Ни за месяц Ни за два И даже Ни один Ни за один Отборочный цикл Самый яркий пример Как раз сборная 2003-2004 года Вот последите Месси Кому не лень Как было Сколько лет Сколько сезонов Эта команда Играла Ну на 80% В одном и том же Практический состав Да там Некоторые игроки Менялись Там у кого Травма Там предупреждение Ну кто-то там На подходе Там да Вот такой Барбаковский Врук появился Так что В общем рано Ну рано Но это все Не случится Моментально У нас хорошая Молодежь Те же У-17 У-19 Ну вот как Их довести До Этого уровня И пойдет Ну и мозги Топ страны Как это удалось Ну это Это опять же Создавалось Все Шаг за шагом Вот Аво Кел Эстонский тренер Который выводил Сборную Эстонии Имеет опыт Как вывести Сборную Ну и наверное Поколение Хорошее подобралось Смена поколений Завершилась По большому счету В сборной Ну и тут Опять же Не обошлось Без Доли везения Это не даст Соврать вам Ни один из игрок Потому что С жеребевкой Она немножко повезла Ну и испанцы Проколов Несколько Допустили Ну плюс Испанцы допустили Непонятно И проколы Там недооценили Соперников Да И из этой группы Ну вот сколько Я с парой игроками Разговаривал Они говорят Ну мы просто Ну если мы Из этой группы Не выходим Тогда заканчивается Тогда ну Из какой тогда Надо выйти Если не из этой Ну хотя бы Со второго места Если не с первого Да Так что Тут Опять же Ну что-то совпало Но с другой стороны Если бы эта сборная Не была Достаточно хорошая Ну А прогнозированный чемпионат Европы Пока опять же Нет смысла Ну во-первых Сложно Во-вторых Какой состав будет Что если все будут здоровы Все-таки у нас Не такой большой Выбор Таких Ну даже не то что опытных А игроков Уже такого Достаточно хорошего уровня Хотя вот Один из лидеров А тот же Тот же Неавозу Линчон Сколько ему 23 по-моему Всего Совсем молодой игрок Там ни одного Такого ветерана Нет Да Есть опытные игроки Тот же и Денис Петров Да Скажем Один из основных Игроков сборной Ну Это хорошо Что они туда попали Я надеюсь Что это повлияет На развитие Вида спорта В целом Это важно Детей И вот так же Как гонбол попал Мужской И какое-то движение Все-таки чувствуется И на уровне федерации И на уровне клубов И детей Что Значит Уровни интересных Волейбола в этом смысле А тоже тут уже время Кажется не будет Потому что в волейболу Столько много Оказывается Клубов Столько много Кто занимается Волейбол в этом плане Немножко лучше Что нет Какого-то специфического Инфраструктуры Такой То есть можно Я так понимаю Если это баскетбольный зал В нем проводить Волейбол Волейбол Или нет Протянулся Такую игру Ну вот именно Там площадка еще меньше Если говорить О таких видах спорта Как ну хоккей Это вообще понятно Даже плавание Я вот У нас был Платонов Здесь И в принципе Там все намного печальнее Потому что инфраструктура нужна Ты не можешь плавать В баскетбольном зале Ну Это понятно Ты не можешь Я имею ввиду Что вот эта популяризация Она проще может пойти Тут просто нужно Чтобы люди хотели играть Он более доступен Скажем так Ты в любом месте На улице Между двух деревьев Можешь протянуть сетку Ну ладно Это мы можем так Сыграть Да Любительски Да На таком уровне Но кстати Насчет протянуть на улице Закончился пляжный турнир Тоже Не так просто он проводился Там уже мини-цунами Его накрывало Но Спортивные достижения Если говорить Латвийские спортсмены Даже в четверть финала Неудачно выступили Неудачно выступили Да Ладно Там наши молодые пары Там от них И никто особо ничего не ожидал Если бы кто-то из них Вышел из группы Это уже было бы достижение Но есть у нас Прямо эти звезды У нас были три пары Которых Ну мы думали Что как минимум Хотя бы одна из них Дойдет Ну до полуфинала Ну ладно До четверть финала Там в восьмерку попадет Ну трудно сказать Почему так случилось И повлияло ли на это Как-то вот этот шторм И все что там было Но организаторы Конечно сработали На 10 с плюсом Потому что Ты видел фотографии Как это все Как раз бассейн был Бассейн был как раз Да И как они это все успели Сделали чтобы в субботу Уже опять играть Ну тут нужно Не знаю Самую большую медаль Вручать Ну и норвежцы оказались Самые к таким условиям Приспособлены Ну они сильные Они Эта пара Она номер один Наверное в мире Все таки сейчас И То что они тут выиграли Это Это закономерно Это нормально Все Но вот Не совсем наверное Закономерно То что наши В одной восьмой Все проиграли Все три У себя дома Причем Да Причем у себя дома И все Три пары Ну на девчонах Возможно Вот это Недоразумение С этим коронавирусом Повлияло Ведь играл бы Они не знали Позитивный Потом негативный Потом еще один негативный И они не знают Смогут ли они играть Не смогут Тренироваться в это время Нельзя Это не могло не повлиять Это не могло не повлиять Ни на твое физическое состояние И медуспортивную форму Ни на моральное состояние Это повлияло Это объективное обстоятельство Ну настолько ли сильно Ну это другой вопрос Мы конечно верим Что в следующем году Все-таки Олимпийские игры Пройдут Лишились мы одного Ну только сообщили Что пройдут в любом случае Мы имеем ввиду Что как мы говорили Про хоккей Тут загадывать сложно Но если говорить О наших спортсменах Одного конечно Претендента Мы вот лишились С неожиданной стороны Все это не травма Ничего другого Личная жизнь Личная жизнь Да Самое ощущение Вы тогда коротко нам сказали Что она в принципе Вот была претендентом От Латвии Одним из главных На медали Одним из главных А есть еще у нас претенденты На медали Там я надеюсь Что Саша Самойлов С Шмидничем Тоже попадут Две пары у нас есть Ну дальше Кто знает Ну Чакш возьмет И копье Шотмет на 88 метров Например Да Таких явных Конечно нет Таких что В спорте что-то гарантировать Что вот этот 100% возьмет медаль Ну что Ну такие более или менее Ну таких где Это реально Да Ну у нас их никогда И не было больше Двух-трех Таких Может быть будет Может быть не будет Особенно в летних Тот же Да Особенно в летних Тот же Штромберг Кто-то был Очень уж уверен Что он выиграет Особенно вторую Олимпиаду В Лондоне Да Ну там Мне кажется Процентов 80 не верило Что он в финал попадет Он выиграл Ну ладно Он был Топовый спортсмен В своем виде спорта Это понятно Да он И специфический вид спорта Достаточно Специфический тоже Там столько нюансов И неожиданностей Может случиться И так далее От тебя Независящих Так что Много их не будет Но А есть ли у вас Какое-то впечатление От нового Главы Олимпийского комитета Жоржа Тыкмарса Был он у нас в гостях Я давно знаю Еще Ну он В принципе В комитете Уже давно и работает Да С самого Почти начала Можно сказать Это только логично Что Человек Который знает От и до Всю эту кухню Стал у руля Олимпийского комитета Потому что Со стороны туда Запрыгнуть Это нереально Потому что Ну потому что Нереально Там Как бы никому хотелось Да Может кому-то На словах хочется А когда Эти люди сталкиваются С реальностью Что и как Что надо знать И так далее И тому подобное Ну там уже Начинаются сомнения Куда я полез Были такие варианты Но Ну Тут тоже наверное Надо Дать время Какое-то поработать Посмотреть Потому что Он Все хозяйство знает Ему там Да Закончить не надо Ни с кем Знакомиться И ни с чем Ознакомливаться Не нужно Вперед Какие-то изменения Уже Чувствуется Что-то Тут И немножко Скажем так Редакция этих Лововских Составов Происходит Я думаю Еще произойдет Вот Так что Я не думаю Что Что это Уж как-то Очень сильно Повлияет На общее Олимпийское Движение Хотя Они Очень Хорошая программа У них Сейчас Насчет Привлечения Семей Молодежи Вообще Это Олимпийское Движение Как таковое Ведь С семьи Из школы Из детей Все начинается 90% Не будут Чемпионами Не только Олимпийских игр Чемпионами Латвии не будут Но все равно Но все равно Но они И ведь Получив Вот этот Заряд Спортивный Интерес К этому Может быть Они потом Своих детей Приобщат Это же Такая Цепная Реакция Этим Нужно Заболеть Это уже Неизлечимо Потом Завершение Вот Как на латвийском Телевидении В спортивных Новостях Там есть Денас Моменс Один из Моментов Последнего Времени Это момент С Новаком Джоковичем Который Вот эту Ракетку Умернул Вот Там тоже Дискуссия Была очень Такая Уже И на тему Там Политкорректности Чего угодно Они сбивались Как вам кажется Ну Он же не специально Это сделал Конечно Но его все равно Дисквалифицировали Ну Да Но В теннисе Такие законы Они Соблюдаются Или это Джокович Или это Кто-то из начинающих Не имеет значения Все почему-то Приводят сирену Уильямс Которая Орала Там Благим матом Что называется На судью Ну Я не знаю Как там у них В этом кодексе Записано Но Если ты Мечом попадаешь Болбоя Болбоя Или болдевушка На этом В этом случае То Да он особо И не Протестовал Там Потом Что закон Он Ну Можно спорить Насколько этот закон Объективен Настолько Справедлив Справедлив Да Потому что Ясно что было Что он был Зол на всех И все И ни в коем случае Не на ту девушку Ну Вот таковы правила Спасибо большое Анатолий Крейпман Спортивный журналист Комментатор был у нас в гостях Спасибо До свидания До следующего раза